привет вы на канале готовим просто вкусно быстро сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом приготовлению острых баклажанов на зиму если вам интересно то давайте готовить вместе если вам понравится рецепт не забудьте поделиться им со своими друзьями в соцсетях первое что мы сделаем обработаем баклажаны у меня два с половиной килограмма баклажаны я вымыла теперь их будем нарезать 8 баклажанов отрезаем на 4 части и теперь режем его на дольки дольки не на слишком тонкие делать примерно один сантиметр таким способом нарезаем все оставшиеся баклажаны нарезать баклажаны отправляем любую посуду большой здесь мы будем присаливать 15 оставим для того чтобы они отдали свою горечь баклажан нарезали там увеличился размером присыпаем все цели перемешиваем оставляем на 15 минут за это время мы успеем подготовить другие овощи подготовим перец я беру один килограмм не очищенного перца я его помыла теперь будем обрабатывать разрезаем перец и удаляем из него семена для того чтобы семена полностью дарись я еще снова и водой перец обработал семена удалила пусть удаление семян без снизился примерно 90 грамм поэтому на килограмм перца берите кило сто вот так теперь будем нарезать резать мы будем точно также как баклажаны дольками и все остальные овощи будем наряжать тоже дольками не будем решать структуру чтобы у нас закуски все овощи были полезны одинаково разрезаем перец примерно 1 сантиметр перец подготовить теперь будем заниматься помидорами помидору помыли берите примерно кило 100 для того чтобы получился ровный килограмм помидор поскольку хвостики будем обрезать помидор мы будем нарезать точно так же как и баклажаны перец дольками отрезаем ладоножку и также на четыре части делим помидоры режем примерно тоже один сантиметр такой толщина помидор у меня новичок у них плотная такая кожица они хорошо держит форму в засолке закусках поэтому я не буду с них снимать шкурку а сварю их так такими дольками режем все помидоры помидор подготовили теперь займемся луком я беру 300 грамматичный лук или 4 таких средних луковицы еще нам понадобится чеснок у меня 7 грамматичного чеснока но его мы сейчас шинковать не будем будем делать непосредственно когда будет вариться лук мы порежем точно также дольками не будем их один сантиметр а где-то пол сантиметра так лук нарезали пока убираем займемся перцем для того чтобы не обжечь я называю перчатку обрабатывать я буду встречал перец я помыла весь тут у меня 70 грамм разрезай пополам весь я его пользовать не буду мне будет достаточно 30 грамм это я пока уберу снимаю полгоножку и убираю семена резать я его буду мелко режем его на тонкие полоски мелко шинковал я перец перекладываю в тарелку очень осторожно поскольку не дай бог глаза попадет или на лицо получится овощи мы все подготовили теперь займемся непосредственно приготовлением закуски пока мы занимались нарезкой баклажаны дали сок горючая целью промывать я их не буду будем их обжаривать наливаю на разогретую сковороду масло баклажан выкладываем небольшие курсы на сковороду чтобы они хорошо обжарились можно конечно не обжаривать но в обжаренном виде закупки они более вкусно получается чеснок вареные помешиваем чтобы они не пригорели и так обжариваются баклажанчики до такого состояния все обжариваем в посуду которую будем тушить обжаренный баклажан выкладываем помидоры перемешиваем сюда же кладем лук и перец кладем болгарский перец и перемешиваем и ставить варить у меня 7 литровый кастрюлю как раз она получается можно сказать конечно эту массу варится постепенно на это количество получается что нужно брать такую большую 7 литровый кафель вливаю сюда 100 грамм подсолнечного масла это половина стакана 80 грамм примерно у нас ушло на то чтобы мы обжарили баклажаны поэтому общая масса получает 180 также по стакану я налью холодной воды чтобы овощи не пригорали добавляю 100 грамм песка это примерно 4 столовых ложки уксус и чеснок я буду добавлять в конце все перемешиваем и станем варить включая плиту ставлю на самый сильный нагрев когда масса закипит я и убавлю выставлю время и буду тушить до готовности масса закипела перемешиваю чтобы она не пригорел к дну ставлю варить их на 40 минут открываю крышку убавляю нагрев примерно за 10 на до готовности мелко порежем чеснок заранее урезать не нужно я немного проблю зеленый укроп как для запах много не буду класть это достаточно отправляю чеснок выкладываю сюда чеснок и выливаю сюда 130 грамм уксус и перемешиваем еще 10 минут варить можете попробовать на соль на сахар достаточно если недостаточно еще может немножко добавить открываю варю еще 10 минут готовы все готово теперь можно разливать по банкам банки растерилизовала прям горящий сплит и снимаем раскладываем по банкам закуск у нас получилось густая из этого количества продуктов получилось 9 полулитровых банок закрываем их крышки крышки простерилизовали все закрываем если вы как-то сомневаетесь то можете постерилизовать поставить налить воды и поставить банки воду простерилизовать 10 минут у меня вот была эргри очень замечательный это все время стерилизовал но сейчас он сломался поэтому в этом году я не буду стерилизовать поставлю так думаю ничего не случится вот такую закуску мы с вами на землю приготовили если вам понравился рецепт можете воспользоваться спасибо что смотрите меня всего доброго до свидания